Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале со свежими новостями о шоу-бизнесе, здесь вы узнаете всю правду о знаменитостях. Каждый день только лучшие новости. Попрошу поставить лайк и подписаться. А теперь к новостям. Анастасия Макеева сейчас счастлива в браке с Романом Мальковым. Но ещё несколько лет назад она была одинока и переписывалась с неким Артемием Романовым, который осыпал её дорогими подарками и называл себя её мужем. Анастасия не раз говорила, что это могущественный человек, который превратил её жизнь в сказку и помогал с финансами. Вот только когда она встретила Романа, Артемий резко исчез и даже стал окучивать Светлану Малькову. Детектив Максим Заболотный провёл расследование после звонка в студию Светланы Прокопьевой, которая заявила, что знает, кто такой Артемий Романов. По её словам, за него себя выдаёт 23-летняя Елена Чернышёва, которая, окончив 11 классов, решила разводить людей в интернете. «У неё такое хобби», утверждает Светлана. Эту историю подтвердила Кристина Романовская. Она связалась с редакторами и рассказала, «Эта девушка занималась мошенничеством в сети. Когда она жила у меня, я видела её переписку с жительницей Петербурга. Она писала, пришли мне фотографии груди». То есть выдавала себя за парня, добавила Романовская. У неё было несколько фейковых страниц, а также техника для того, чтобы менять голос. И Светлана, и Кристина сейчас не общаются с Еленой, но в один голос утверждают, что она нечестный человек, который таким образом пытается манипулировать людьми. Детектив Максим Заболотный ещё в прошлых выпусках шоу озвучил, что Романов использует чужие фотографии из сетей. С помощью компьютерной программы выяснили, мошенница Елена живёт в Анапе. Несколько дней им потребовалось на то, чтобы выследить лжи Артемия и поговорить. Когда Чернышеву подловили журналисты, то она не отрицала, что это её аккаунт, но вот все остальное её сильно удивило. В доказательство своих слов девушка пригласила корреспондентов в квартиру, где не было ни компьютера, ни оборудования. Она также согласилась пройти полиграф. В итоге Елена приехала на очную ставку со Светланой и обвинила её во вранье. Да и детектор лжи подтвердил эти слова. Елена не общалась с Анастасией Макеевой. Может, заходила на её страницу, но лично не знакома, сказал полиграф-эксперт Игорь Володин. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.